На чемпионаты первенства Южного федерального округа по Атхаканду и ТФ заявлено было около 300 спортсменов. Но из-за погодных условий и разрушенной дороги до Сочи добрались не все. Поэтому в соревнованиях приняли участие команды из четырех районов Сочи, из Московской и Волгоградской областей и Республики Абхазия. Волгоград как-то добрался, они молодцы и приняли участие в этих соревнованиях, хорошо сейчас выступают. Так что собралось, сколько собралось, у нас более 100 человек, в любом случае здесь деток. В эти выходные в Сочи они сражались за медали и кубки чемпионата и первенства Южного федерального округа по Атхаканду и ТФ. Спарринг двух сочинцев Альберта Варильджана и Павла Боч проходил практически на равных. Но не всегда получается так, как рассчитываешь, скажет чуть позже Павел. Были и падения от потери равновесия, от силы удара и у одного и у другого. Но победа может быть только у самого подготовленного. Другой будет работать над ошибками. Ну, не доработал, я считаю. В дополнительном раунде чего-то не хватило. Надо разбирать бой. Гордость Сочи. Патхакванду Арсений Хламов, воспитанник пятой спортивной школы, ученик тренера Юрия Шин. 6 ноября он будет принимать участие в чемпионате России, который пройдет в Екатеринбурге. Единственное, что для меня является новым, это новые соревнования. Везде разная на тебя давит обстановка сама, количество участников. Волнуюсь очень сильно. Федерация Тхакванду ИТФ в нашем городе достаточно молодая. Тем не менее, результаты уже значительные. Здесь проводятся крупные турниры, в том числе всероссийские. И теперь вот у Сочи гей-шанс замахнуться на чемпионат Европы. Я езжу по стране по многим соревнованиям. Просто в Сочи я приезжаю традиционно всегда на кубах Южного федерального округа. Потому что мы здесь уже проводили два раза чемпионат России. В принципе, планируем организовать в Сочи чемпионат Европы по Тхакванду. На Даянг, площадку для спарринга, спортсмены выходили максимально сконцентрированными. Им нужна была только победа. И у многих получилось заслужить медали и кубки чемпионата и первенства Южного федерального округа. Елена Овсецына, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.